приветствую ребята мне сегодня всю ночь не спалось всю ночь думал о россии россиянах как сделать жизнь россиян лучше и в частности меня интересовали россияне владельцы самокатов от сибири мини у меня родилась очень потрясающая идея как исправить наш кривой и штатный спидометр как сделать так чтобы он показывал правильно причем так как эти идеи у меня уже родились раньше как меню 3 как подкорректировать этот спидометр они все были сложны а вот сегодня ночью буквально в два часа ночи мне пришла офигительная мысль как можно просто быстро и надежно откалибровать наш кривой спидометр и вообще забыть и в этой проблеме чтобы наш спидометр на руле очень четко показывал вот я сейчас иду домой с ночной смены но мне уже не терпится добраться до дома хотя хочу спать типец вот чтобы проверить эту теорию смотрите внимательно в чем заключается эта теория значит у нас на спидометр идет сигнал с контроллера управления двигателем от 0 до 27 вольт то есть типа вот в этом размахе у нас есть а скорость которую можем контролировать а спидометр показывает меньше чем надо соответственно было предположение у меня и моих подписчиков у пользователей этих самокатов что нужно это напряжение как-то поднять и сделать выше контроллер показывал выше для этого можно использовать усилитель на транзисторах усилитель напряжения операционный усилитель еще что-нибудь можно придумать но я нашел способ проще знаете какой дело в том что все контроллеры вся логика работают от напряжения 33 вольт либо 5 соответственно я предполагаю что в нашем спидометре штатном логика работает от 5 вольт а это внимание означает что все входы у него в том числе аналоговая рассчитана на максимальное напряжение 5 вольт и это получается такая система что это напряжение которое выходит с контроллера максимально 27 вольт контроль скорости она делится и становится как минимум в пределах 5 вольт понимаете да что упадать на аналоговый вход этого контроллера дисплея спидометра и получается что если мы если это моя теория верна то нам не нужно повышать это напряжение а нам нужно наоборот сделать со стороны контроллера там где стоит резистивный делитель один десяти примерно на мой взгляд там нужно изменить коэффициент этого резистивного делителя и таким образом поднять напряжение на самой ножки аналоговые ножки контроллера которые меряют сигнал скорости ну наверное сложно объясняю это чисто технический видос короче говоря еще раз я считаю что напряжение которое выдается с контроллера управления двигателем на спидометр от 0 до 27 вольт она не может напрямую подаваться на микросхему спидометра потому что она высокая на больше пяти и я предполагаю что там стоит делитель напряжения один десяти я думаю что это то есть там стоит 1 резистор 50 кило 1 резистор 5 кило 1 10 и чтобы нам поднять показания скорости ничего не трогая больше абсолютно нам нужно уменьшить сопротивление одного единственного резистора который 50 кило сейчас я разберу этот спидометр прямо при вас и попробую провести этот эксперимент мультиметром все померяю если я прав то каждый из вас каждый владелец своей сибири мини сможет исправить исправить доработать как откалибровать свой спидометр просто с минимальными затратами то есть вообще без затрат все что понадобится это один переменный резистор или постоянно все но еще паяльник все я пошел мне уже не терпится прямо это поэкспериментировать блин еще ранее утро 9 утра еще нет так ну что начнем снимать спидометр сначала убедимся что он работает что он что-то вообще показывает да отлично ну и все теперь снимаем из того чтобы снять надо открутить один единственный шестигранник вот как то так вроде бы да вроде бы все и расцепить вот эту вот штуку чпок тут 5 контакт разъем 6 контактные точнее и собственно снимаем блин царапают царапают трубу на больше открутить значит нет уже полностью чё почему-то царапает опта так вот он выглядит сейчас будем разбирать тоже начал выкручивать не терпится узнать насколько верно моя теория если эта теория верно это будет означать две вещи во первых то что я более мешаю а во вторых это будет означать что любой человек владеющий вот этой техникой белой сибири сможет устранить этот конструктивный недостаток и исправить кстати обратите внимание здесь не убрана пленочка она тоже немножко света гасит на себя уберу я открывал однажды уже этот спидометр на пленочку почему-то не убрал и так господа я открыл собственно спидометр для дальнейших исследований нам нужно нужно будет мультиметр вот этот мультиметр кстати мне подарил подписчик однажды владимир спасибо тебе огромное уже два года прошло и пользуюсь этим мультиметром он просто офигенный и самое главное у него есть подсветка у меня коллекция мультиметров всяких разных но с подсветкой только этот только один так ладно не отвлекаемся значит смотрим красный провод это у нас сигнал зажигания одновременно питание всего этого контроллера спидометра из него же контроллер измеряет напряжение выводит сюда вот на вот эту вот строчку эти кубики то есть это все с этого красного провода берется в одном из своих прошлых видео я сказал что контроллер уйдет 4 провода и 5 вот для питания собственно процессора выходит с контроллер двигателя который стоит в деке я видимо ошибся потому что смотрел в это время другой самокат там как раз сделаны именно 4 провода в нашем самокате white сибири мини здесь идет 3 то есть один провод корпус это синий 10 минус здесь написано 10 плюс это 50 вольт собственно зажигание зажигание и черный провод это сигнал скорости sd но видимо словом спит что-то здесь за программила запрограммировано отдельный вход не припаян dd это для включения вот этой вот лампочки здесь если мы на dd подаем 5 вольт здесь загорается светодиод можно его будет использовать для чего-нибудь коротко расскажу значит на этой плате действительно есть как мне подписчики юрий уже обратил мое внимание здесь есть собственно свой из 5 вольтовый стабилизатор но либо 3 вольта либо 5 скорее всего 5 вот он выполнен на микросхеме сейчас скажу какой и цел 70 05 очень мелко написано в общем 70 05 затем стоит драйвер дисплея 7 сегментов индикатора т.м. 1624 вот это вот здоровая микросхема и собственно контроллер который нас интересует это как из как тут все плохо пропечатано так контроллер который нас интересует это иска 92 f725 1 м это какой-то микроконтроллер незнакомый мне но явно что со своей энергонезависимой памятью со своим из программатором то есть он явно прошивался через исп также здесь есть tx rx то есть ну короче говоря этот контроллер должен настраиваться продавцом при продаже при продавцом вот этих вот собственно дисплеев страницы алиэкспресс которая находила от который торгует от конкретного такими штуками у них прямо в описании так и написано там дэр френд уважаемый покупатель скажите какие параметры вам надо мы все настроим но так как white сибири не смогла покой по причине договориться с поставщиком этих контроллера нам придется сейчас колхозе то есть нам придется сейчас кое-что тут припаять для этого сама суть про которую вам рассказывал то есть здесь есть резистивный делитель вот я их уже вижу кто шарит в электронике на рейх тут тоже уже видит так как сигнал скорости у нас выше 5 вольт напряжения контроля принимает максимум 5 то здесь должен стоять резистивный делитель чтобы понизить напряжение максимум до 5 вольт то есть от нуля до 40 до 50 километров в час как у нас может ехать самокат эта скорость должна укладываться в напряжении от 0 до 5 вольт который подается вот сюда сейчас же у нас здесь на ход идет так вот этот вот спид сейчас же у нас здесь на ход идет напряжение от 0 до 30 вольт примерно то есть это явно больше чем 5 значит тут идет делитель вот я вижу что сигналу с этой дорожки идет вот на эти резисторы сейчас посмотрим они должны быть между собой соединены они должны быть между собой соединены да вот они супер сразу же попал и соединиться ты с дорожкой вот один из них какой-то так который из них соединен с этой дорожкой они блины этого для этой это для этого контакта вот нам что нужно вот этот резистор соединен с этой дорожкой и вот он следующий этот идет на минус вот это должен явно идти на минус сейчас проверим да точно короче говоря вот эти два резистора составляют резистивный делитель но почему-то на них написано совсем другие цифры на них написано 010 и тоже 010 как так лет какой-то не может быть что они по 10 килоом вот один должен быть 10 раз больше чем другой то есть один 100 кило а второй 10 ну вот собственно этот резистивный делитель общая точка соединения этих резистора должна идти куда-то на контроллер соответственно какой-то аналоговый вывод сейчас мы прогуглим чтобы лишний раз не тыкать в контроллером этими самыми проводами потому что можно попасть на другой выход и еще там чуть-чуть он пережить один вот это название этого контроллера вот шин джин силуан микроконтрольство вот что нам нужно эта картинка сейчас мы откроем картинку и посмотрим какие же у этого контроллера аналоговые входы вот собственно нас только это интересует а вот обратите внимание аналоговые входы здесь всего с буквой а раз два три 4 5 6 то есть у нас всего шесть вариантов куда могут идти общий контакт с этих двух резисторов сейчас мы быстренько это все прозвоним да то есть раз два три 4 5 6 ну начнем отсюда так нет это не то должен быть прямой контакт без резистора тоже не то так стоп вот он числе как все было просто так общий контакт с этих двух резисторов идет сюда еще раз убедимся что это аналоговый выход вход точнее да это это 10 ножка выход вход а in 4 аналоговый вход номер 4 вот он сюда идет и короче говоря ребята дальше все понятно чтобы нам подкорректировать значение которое выдает это спидометр нам нужно повысить напряжение на вот этой ножки это 10 ножка контроллера так справить 9 10 то еще раз проверяем значит на нее вот с этой ножки должен быть сигнал через резистор 100 килоом еще раз проверим до хавите как четко 100 кило а на землю она подключена через резистор 10 кило ну все супер видите то есть я не ошибся я все-таки прав так и теперь чтобы подкорректировать показания спидометра вверх нам нужно уменьшить вот это сопротивление вот этого резистора 100 килоом а если нам нужно подкорректировать его вниз то нужно либо увеличить резистор либо уменьшить этот но нам нужно вверх так у нас пидометр не до показывает соответственно сюда мы сейчас припаяем что-нибудь скорее всего сейчас найдут подстроечный резистор и на проводочках выведу его что можно было по ходу движения правда прямо замерять отрегулировать по ходу движения короче говоря так еще юрий мне писал что у него спидометр точнее вольтметр показывает меньше чем нужно два вольта в общем смотрите юрий если у меня все смотрите точно такой же делитель здесь и плюс должен идти на какую-то другую ногу так ног всего 6 одно мы уже знаем то есть мы сейчас определим на какую должен быть тоже резистивный делитель и вот тут вот стоят два резистора вот я прямо чувствую вот один из них точно наш 100 килоом и второй значит будет 10 до точно только он не 10 и 5 ну короче не суть очень юрий смотрите если у вас вот этот напряжометр штатный показывает меньше чем надо значит вам нужно резистор r3 увеличить так стоп уменьшить чем вы его уменьшаете напряжение показывает больше если у вас он показывает больше чем надо то вам нужно уменьшить резистора с 4 5 килоомный или 7 килоомный кунт 5 вот то есть все просто это с напряжением то есть сейчас все посмотрим на какой аналоговый вход идет чисто новый для интереса для интереса посмотрим не сюда так этот мы знаем чей вот блин как все просто оказалось значит 9 вход аналоговый 9 ножка микросхема это аналоговый уход для измерения напряжения до диода разумеется а вот этот вот ход 10 аналоговый уход это измерение скорость так вроде все получается сейчас я подберу попробую резистор подстроечный где-нибудь килоом на на 100 наверно подойдет так вот я нашел резисторы на 100 килоом целый пакетик 5 штук обратите внимание что они в пределах одной партии как они мощно отличаются то есть один из них 93 килоома другой 94 почти 95 3 вообще 85 ссылку на эти резисторы я оставлю в описании разумеется но для наших целей даже такой точности это абсолютно достаточно так как мы в любом случае будем регулировать вот 94 кило вот этот возьмем сейчас мы припаяю тоненькие проводочки так залудим ножки резистора нам нужно только две ножки третью можно не использовать третью можно не использовать то есть нам нужен центральный контакт который переменный собственно и один боковой так вот затем ставим защитный резистор вот такой вот подрежем ему лишнюю длину так внутри мне не терпится посмотреть что получилось но до этого еще долго на все спаять аккуратно потом поставить на скутер на самокат так хочу может быть его прямо на плате закрепить для удобства то посмотрим тут место в принципе есть где стоят вот эти конденсаторы но тут очень блин все как-то так плотненько так надо параллельно к этому нет все так лучше вывести на проводах будет безопаснее так припаиваем значит сюда чудо как-то габаритно у меня получилось блин не влезет как сейчас это все внутрь не на душу полезла аккуратно заложиваем дорожки которым будем припаиваться то есть не заложиваем и добавляем припоя и собственно припаиваем об так один контакт готов так а вот второй нет сразу оба припаяем чё там я знаю какое напряжение должно быть при тридцати двух километров в час поэтому поэтому можно припаивать припой тут похоже что не тугой плавки все легко появится и так то что нужно припаял теперь заизолирую контакты то есть я сделал переменный резистор чтобы можно было корректировать показания то есть их надо будет корректировать один раз может быть по gps у или еще как-нибудь самая главная проблема это сейчас этот подстроечный резистор запихнуть куда-то внутрь чтобы это все влезло что место тут реально немного его тут вообще нету наверно туда войдет да точно 8 туда входит хотя там ходит ручка газа но принципе там не сильно все шевелится там просто пружинка вот смотрим как все это залезет вот залезла ну-ка посмотрим закроется и крышка закрывается супер то есть у нас подстроечный резистор для корректировки спидометра вылез прямо вот в эту вот ручку ничего нигде не торчит очень здорово сейчас попробую на самокат поставить на весу и посмотреть что будет какие будут показания итак готовый наш спидометр устанавливаем на место и сейчас на холостых оборотах на месте попробуем покрутить посмотрим что получится так отключаем разъемчик чпок ключ зажигания где у меня так значит я напомню до того как мы провели модернизацию вот это тот спидометр на холостых оборотах показывал скорость 39 километров в час то сейчас у меня колесо вывешено вот 39 километров в час плюс 66 процентов на которые он обманывал это значит скорость должна быть примерно 62 64 то есть сейчас у меня заряд полный я кручу ручку вся 264 то есть ровненько попал подстроечным резистором 63 километров в час это реально максимальная скорость этого самоката на на весу так сказать без нагрузки вот этот звук шоркающих колодок это потому что все еще не могу нормально настроить калибр но еще и тормозной диск оказывается кривой поэтому вот такие звуки то есть еще раз максимальная скорость теперь отображается на спидометр 64 километра в час до 63 причем интересно что я проверил спидометр на самую максимальную скорость которая может показывать и это получилось 65 если давать напряжение выше 65 километров в час то он просто выключается и показывает 00 очень интересный такой момент так что если вы на своем white сибири мини разгонитесь на скорость выше 65 километров в час то дальше здесь вы увидите 00 то есть 66 здесь не будет будет 00 вот так вот ну все надеюсь это модернизация будет кому-то полезно кто-нибудь воспользуется этой методикой но и соответственно я сравню теперь gps посмотрю как получится как это все будет выглядеть действительно ли удалось добиться такой точности которая выдает gps все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки применяйте мои доработки которые использую которую я использую которые используют мои подписчики ребята которые чет советуют рекомендуют